«Спасите! Помогите! Помогите!» Сегодня на одном из водоёмов начал тонуть мужчина. Он не смог справиться с паникой и стал звать на помощь. Такова одна из легенд тактических учений спасателей. Они отрабатывают свои навыки и дают наглядный пример абаканцам. Накануне в соседнем с Хакасией Минусинске произошёл аналогичный случай, только по-настоящему. В протоке реки Енисей под лёд провалились двое взрослых мужчин. Их заметили прохожие, которые и вызвали службу спасения. МЧС предупреждает, выходить на лёд сейчас крайне опасно для жизни и здоровья. Занятия сегодняшнего дня мы проводим исключительно в рамках профилактических мероприятий, которые предполагают нынешний период года. То есть это глубокая осень, но уже говорящая о том, что водоёмы стали под лёд. Лёд достаточно ещё может быть не окреп, особенно тогда, когда ветровая нагрузка, воздействующая на ледовое поле водоёмов, она ещё подвержена разрушению. Но тем не менее, то, что мы видим на заднем плане, что рыбаки идут. А поскольку город Абакан окружён дренажными каналами, то здесь не исключены вопросы, когда и детишки выходят на лёд, и тогда, когда приходится реагировать исключительно на то, что человек провалился, и ему необходимо оказать таковую помощь. По второй легенде спасателей, пострадавший провалился под лёд и смог выбраться самостоятельно. Это наглядный пример того, как нужно действовать в случае, если рядом нет людей. В рамках третьей легенды мужчину спасли прохожие. И в ещё одной ситуации. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Люди, пожалуйста, берегите свою жизнь. Выходя на тонкий лёд, думайте о том, что он может провалиться, и что может случиться в ту или иную секунду, в мгновение, уже может быть просто-напросто необратимым. Примечательно, что буквально в 500 метрах от учений развернулась вот такая вот палатка с рыбаком или с рыбаками. Мы не знаем по тонкому льду, мы туда не пойдём. Делайте выводы сами. Вы можете заметить, что здесь довольно пустынное место. И, если что, заметить тонущего человека будет довольно сложно. А спасателей рядом уже не окажется. Ксения Рихлова, Алексей Дурнев. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова